всем привет я продолжаю тренировать футбольную команду landfm мы вошли уже в 2020 год зимняя пауза практически закончилась хотя еще это чемпионаты есть несколько у нас матчей но нам раньше раньше стартовать именно игрой со спартаком кубок россии четвертьфинал ответный матч и он первым и продули дома 24 соответственно шансов у нас минимум но ничего страшного мы на это особо и не рассчитывали данный этот кубок то ли на таблице пока вот так вот выглядит одно очко мы зениту 2 уступаем в пфл ну и первое место если мы займем то увидим фанавил все просто значит давайте посмотрим по трансферам филиппа у нас все хотят купить и отказываю история трансферов произошла интересная у динамы пришлось взять в аренду владимира москвичева в опорную зону в аренду пришлось у спартака взять андрея степанова такую чем полузащитником ну и множество игроков бесплатно я взял россиян мы с ними попозже чуть-чуть познакомимся вот это все на замену у нас игроки потому что те запасные которые у нас есть но они явно не тянут явно не могут усилить игру но здесь тоже показатели достаточно интересные у некоторых у некоторых не очень в общем будем разбираться по ходу дела ну это все вот эти кто от нас ушел это было еще в начале сезона так что отправляемся к спартаку до расписать эти глянем вот 4 2 мы проиграли первый матч ну и вот два тоже никому тут сгоняли правда еще многие наши игроки играли за молодежку всякие там тоже товарники строги на 00 вот черта на 31 обыграли вот спартак он нам играть ну мы видим что у нас три игрока дисквалифицировано собственно магомедов красную карточку получил в первом матче спартаком пропустит сулеманова не будет так что вот печалька но в общем на открытие арену направляемся и посмотрим как наша команда себя там проявит открытие арена на наших экранах в общем много болельщиков достаточно у нас дебютиан дебютирует дебютанты так скажем новой мси на валентин абрамов вместо сулеманова который дисквалифицирован есть у нас теперь антон писарев вместо магомедова который тоже дисквалифицирован правда здесь решила степанова выпустить игрока спартака арендованного ну и москвичов тоже арендованный из динамо вот они сегодня дебютируют у нас тут в этом матче ну давайте посмотрим что у нас получится конечно атакующая группа была бы сильней цена с магомедовым но увы хватает карточки атакующие наши товарищи и поэтому мачки допропускают в оптимальном составе может быть стартовые раунды кубка мы только играли а потом то один дисквалифицирован то другой то сразу несколько как обычно все это бывает шифер на штрафного забить конечно знамя моего исполнения штрафных выпустили гнат волома витского тегиева петрова ходите гиф там играет спартаке вот ну спартак будет конечно открывать переигрывает нас по ударам ясно дело и что мы можем рассчитывать пока непонятно данилов карточка получила прошу опаснейшие штрафную просто было сейчас и могли нам конечно влепить надо сначала потом стыбивания очень опасно так нет у нас ударов по воротам это конечно плохо очень плохо спартак продолжает просто нас переигрывают ну филиппов тоже опять вот желтая карточка зачем непонятное дело и менять придется мне теперь данилова потому что он сидит на карточке это защитник крайний там на фланге спартак педро роша играет вот плохо так нашим разговор так так . вместо данилова у нас видит юрий аминьев вот такой вот дебютант точили на можно наверно группа его поменять но может быть чуть позже хотя кто узнает дам позже значит правильнее вот такую же группу конечно с плохими оценками но почему потому что ну до них ничего не доходит в принципе стандарт может нож очень придумают у ворот спартака здесь аминьев долго не думай на вес штрафную здесь моменты гол смотрите филиппов забивает в гостях на открытии арене вот это да 55 минуте ну здесь давайте смотреть казалось бы казалось бы ничего такого аминьев вроде не спеша навешивать ну здесь провал просто спартака на фланге мы вообще там в центре насчет вне игры да надо здесь это посмотреть кстати филиппов может и не было вышли мы вперед в таком вот матче спартаку это явно не нравится идут они быстренько отыгрываться петров навешивает вы нас куда но куда просто отдаем мяч спартаку эту делать категорически нельзя навес спартак давление смотрите какой организует ломовицкий дальний удар ну если у него и это залетает в реальности то никогда он такое не залетит и спартаки он должен уже не играть по всей видимости здесь попал конечно ломовицкий ну красиво ничего не скажешь 11 спартак быстренько счет сравнял так скажем степану давайте поменяем поплевченкова я же у нас поплевченков играл как мог до много передач раздавал муцу и сатриан вместо например за луиша выходит абрамов ужасная оценка выпустить ты никого меня него место посмотрим брамов на кого я сюда выпущу некого выпустить даже туда на фланг москвичев еще и на желтый менять петросян пусть увидит потому что желтые это петросян выходит легкутепов вместо жигу зубы желтая спартак конечно хочет выиграть спор не отсюда не удар перекладина здесь спасаемся от второго гола конечно тяжко тяжко приходится нашим игрокам вынос но филиппов один здесь ничего не может надо для него мяч довести как в моменте когда он забивал конечно же пока этого не значит ничего и нет принципе нам один так стандарт помог у ворот спартака мавицкий желтую получил четыре минуты судья добавляет но нужно потерпеть ребятки потерпеть вот эти последние минутки плевать что там будет потом пусть спартак идет дальше да мы все понимаем но мы сыграли один-один спартаком представляете в гостях да мы выглядели уныло нанеся всего два удара поворотом но напрягли на спартак забив гол спартак быстро отыгрался но мы смогли не показал ну да не показали мы никакого футбола зрелищного атакующего и так далее но все-таки 11 останется как бы в истории что мы смогли сыграть спартаком в гостях с лидером чемпионата смотрите играя при этом даже не фонел в общем за результат конечно я похвалю наших игроков так мы все выложились на все 100 ну да первый матч конечно мы очень сильно уступили 24 ну там у нас играть в принципе было некому могло все пойти конечно по-другому но что есть то есть особых надежд мы не питали на этот четвертьфинал потому что спартак явно сейчас сильнее но вот этой ничьей манка не надеюсь игроки заведятся и уже сыграют в по фуле вот эти оставшиеся матчи с хорошим настроем ну и посмотрим пятьдесят две тысячи шестьсот пятьдесят евро нам выплачивают за участие в четвертьфинале ну и конечно правление в восторге что мы добились такого достижения пусть там может быть у нас соперники были нормальная так сетка так скажем цены киталу царя нам попадались из премьер-лиги но здесь мы сыграли ну по результату нормально в москве возобновляется у нас первенство пфл западный округ матч у нас против команды муром выездной мы играем в муроме стадион имени лосева у нас ситуация магомедов-сулейманов пропускали матч спартаком нити магомедов еще и на желтый тут висит так что все просто давайте смотреть так попросим продолжить в том же духе и посмотрим что наши игроки тут покажут москвичов в том числе арендованы у динамо вот такие новости на ну и степанов тоже у спартака арендованный ротировать состав естественно на желтых у нас будут люди стенок пропускать матче поэтому приходится использовать все вот этих новичков которые у нас есть ничего не поделаешь иначе мы тем составом мы просто не увидели да как мы не вытягиваем филиппов сам идет филиппов но помешали может в последний момент всего лишь угловой здесь получается ну и он ни к чему не приводит вот так вот муром муром достаточно высоко ее стурированные таблицы так что не простая команда ну давайте штрафную здесь мы смотрим тачилин отдай-отдай борисов масловский перевод очень плохой хорошо что муром здесь в контратаку не убежал степанов магомедов перепасовка у нас тут идет масловского подключают навес пенальти пенальти судья в нашу пользу что филиппов пенальтист наш забил ну да 23-й гол в сезоне чемпионате конечно не 23 просто еще на кубок забивали мы там сколько-то раз да он хитрик был там спартаку забил в москве ну как москве мы тоже в москве именно выездной наш матч первый в этом году календарном так смотрим продолжаем атаковать еще удары тут надо забивать и филиппов дубль оформляет молодец где-то пять минут спустя после первого гола забили мы и второй интересно да со спартаком же мы так не можем играть в таком ключе с позиции силы с муромом можно попробовать вот такие у нас с обновлением чемпионате посмотрим как будет что будет дальше происходить нам бы этот матч спокойно довести до победы раз так сложилось в начале еще момент спал в атаке антон борисов рукой сыграл по мнению судьи ну бывает что ж поделаешь вот а москвичев желтой карте кто не есть видимо тут непонятно с динамо там по игра я получил или где он там получил вроде динамо не играл доступен для аренды ну неважно ничего страшного если вдруг пропустят следующий матч на искать получит желтым не будем на это внимание особо обращать так первый тайм у нас заканчивается вот зенит играет после нас матч вынесен отдельно так что здесь этого матча нет поэтому мы можем временно на первое место выйти естественно и посмотрим как уже зенит свой матч сыграет так вот так кстати здесь если что по заменам можно будет пройтись я думаю 5 замен проверить игроков некоторых тоже можно будет но если мы конечно тут будем вести по счету нормально сулеману филиппов степанов сулеману степанов но маленького роста степанов даже видно здесь и у контратак пожалуйста получаем карпухин бьет и сидоров нас выручает вот такой заброс мог бы привести голову наши ворота справляемся не пиру дарда вот состоялся все таки по нашим воротам во втором тайме смотрим дальше смотрим и ждем что будет происходить все желтая карточка нападающему мурома еще желтая пока все в нашу пользу складывается поэтому особо проблем не возникает у нас по заменам можно сказать масловского попробовать нам подменить есть у нас конечно игроки да игорь ландаков давайте вот его проверим ну 16 лет почему бы нет посмотрим как он сыграет в этом матче вот кто хуже минченков выглядит можно его заменить например носорокина или лучше носорокина вторая наша замена так милов навес удар ландаков здесь успевает пас назад приходится возвращаться точилину борисов степанов борисов ну как вот перепасовываемся здесь удару магомедов забивает ну вот и магомедов отличился третий свой мяч мы забили 11 голову в сезоне ну здесь конечно вратарская ошибка наверное магомедов пробил мяч в штангу оборотарь пошел в штанге там застыл в этой штанге соответственно 0 3 добьемся мы тут видимо победы в этом матче так ну вперед поплевченков выходи так кто у нас тут антон писарев у нас есть так ну он конечно не такой прям уж серьезный да товарищ но атакующие можно поменять сулеманова например на абрамова можно поменять данилова на аминь его вот все замены я сделаю 5 замен поплевченко убьет штрафной мог забить но не забил без карточек мы сегодня может обойдемся нет как вы считаете у нас постоянно кто-то дисквалифицирован постоянно какие-то проблемы с составом за две желтых тут дисквалификация несколько игроков у нас висят конечно на желтых и какой-то момент они пропустят матч какой-нибудь да так здесь аккуратней аккуратней то еще нарвемся на какое-то удаление это нам не очень не нужно ну здесь конечно хорошо москвичов сыграл ну конечно полезно я думаю игрок для вот этой лиги ну и диафона и у муж тоже ну пока так защите мы все-таки проспали до виктор карпухин нам забивает но что за голову хвататься точили на приходится но должны как бы вдвоем тут контролировать игрока и не допускать его за спину ну а здесь точили не успел мы вышедшие на замену ландаков тоже здесь проспал абрамов назад москвичев сорокин перевод филиппов филиппов мог сейчас все 3к оформить и не оформил четыре минуты судья добавил к этому матчу ну по всей видимости так все и закончится за еще момент у нас тут был могли забить звучит финальный свисток 3 1 мы выигрываем по статистике наш полнейшее преимущество с этим игроков наших поздравить смотрим результаты зенит 2 игравший позже после нас выигрывает свой матч у смоленского днепра и по-прежнему одно очко у нас здесь по 17 туров у нас сыграно с этим зенитом далее нам играть с колонной мы видим гостевой наш матч зенит не будет играть в этом туре соответственно потом мы тоже какой то пропустим так что у нас есть возможность выйти на первое место ну и там уже будем смотреть и ждать что произойдет оказывается мы в городе колонна стадион авангард вот такой вот матч у нас магомедов и уехал у нас за одно из сборных юниорскую что ли москвичев уехал тоже за молодежную сборную поэтому церев будет играть здесь на плане ну не знаю посмотрим что от него ждать пока это еще слишком сыроватый игрок не магомедов явно ну просто по его показателям он писарев конечно такой как вот он мяч не филиппова филиппов пробил в штангу мяч как-то долго летел но попал в штангу так установки мы тут никак не раздадим как следует для нашим игрокам колонна на девятом месте так что здесь команда не претендует ни на что не вылетает никуда да никуда не входят поэтому что и терять могут играть спокойно для себя для болельщиков штрафной мы тут разыгрываем момент забить опять не получается выносят там с линии ворот уже этот мяч поддавить не можем так вот чтобы постоянно атаки 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 где-нибудь ошиблись соперники наши вот этого пока не получается мало ударов наносим поворотом колонна зенит свой матч не играет в этом туре поэтому есть вероятность его обойти хоть временно да но обойти хотелось бы это верить что у нас это получится борисов желтая ну борисову плохо дано желтый надо его заменить а то мало ли какая-нибудь контратака и получим удалением вот преимущество как бы есть но такое непонятная тактика так данилов борисов борисов давайте попробуем варапаева центр защиты молодой центральный защитник юрий варапаев пусть свой матч проведет но вообще 15 лет конечно и есть у него вот эти вот показатели для защитников очень хорошие я думаю сможет парень кого ничьи вырасти неплохого игрока так писали здесь на филиппова на филиппов не забивает до упускаем моменты немногочисленные конечно но упускаем сулиманов себя никак не проявляет степанов тоже давайте попробуем поплевченков тогда выпустить что же нам не выпустить там поплевченков пусть выйдет замен пока нет здесь перехваты сплошные перехваты тяжко грустный матч развивается но вот филиппов может сейчас забил писарев кстати ему передачу отдал вот так вот интересно не с фланга да не с фланга это было центра здесь писарев оказался и хорош пас в итоге получился ну и филиппов двадцать пятый был в сезоне молодец игры наверно не было там по красной линии было дальше за замену я делаю поплевченкова выпускаю вместо степанова по-моему так по фотографиям чуть ли не одинаковые да выглядит что то есть сходство какое-то так вот штрафную наших ворот и очень опасно сейчас было мяч мог взлететь в девятку и все все наши старания были бы напрасны хоть и полное преимущество наше наблюдается по владению по ударам но какой тягучий мальчик какой-то непростой очень-очень непростой вот что еще но можно дать данилова заменим может салибанова заменим что еще нам остается так вот и замены и атака колонны ухо проходит еще смотрите здесь неудачно у нас отскок и 11 ну что ты будешь делать нет не игры повезло сейчас мы посмотрим давайте на это было ли там не игры ну да здесь красная линия впереди желтый повтор не очень удачный конечно окну последнюю замену сделаю масловского на ландакова тут уже тянуть приходится финальный свисток в общем в итоге выигрываем на самом деле так не просто хотя по статистике было нормально но всего лишь один ноль и очень тяжкая игра мы пошли мы зенит в турнирной таблице да у нас на игру больше и соответственно зенит потому что здесь не играл но увидим мы большой отрыв двух команд от остальных поэтому здесь между нами и зенитом 2 все это будет разыгрываться следующий тур у нас принимаем команд долгопрудный вот зенит 2 будет принимать локомотив казанку вот такие вот одновременно матчи начнутся и посмотрим что из этого выйдет принимаем команду долгопрудный у нас скричев вернулся кстати но здесь данилов дисквалифицирован еще травмы какие-то появились поэтому москвичев будет играть здесь в защите ну и магомедов еще не вернулся поэтому писарев в атаке текс давайте с долгопрудным с играми кстати команда предлагала пройти собеседование чтобы стать тренером вот недавно и отказался вот так зачем мне это да но такие команды естественно мне не будут предлагать из премьер-лиги потому что у меня лицензия там какая-то еще совсем никакая поэтому так смотрим матч с команды долгопрудный тут может получиться муж не получится у нас атакующая игра как обычно да это бывает можем много забивать мужа мало забивает но кстати можно будет переместить рапа его поставить в защиту хотя у него повреждения сейчас мы посмотрим перерыве так скажем вот больше ничего мы не можем поделать только смотреть нам остается пока что как-то все вот так степанов болезненный удар перерыва то может играется так лучше сделаем просят замену степанов у нас так поклепченко выходим точилем желтая следующий матч пропустит значит у нас как обычно это происходит то один то другой пропускают матча первый тайм заканчивается по пять удару кстати было нанесено момент мы с вами не увидели это очень печально пойдем раздевалку так зенит 2 идет казанки 10 так надо сказать что я недоволен вот точили тебе надо не получить желтую ну и замена давайте москвичова сюда отправим и выпустим все таки барапаева в защиту такие у нас замены одна в первом тайме еще может здесь стандарт нам придет на помощь баплевченков назад танилов тут куча мало перепасовки данилов скидка писарев не точно очень и очень не точно ударчик-то был в исполнении писарева ну и как-то не радует сулеманов тянуть вообще нашу команду быть лидером но не всегда у него это происходит к сожалению угловой навес до мечтам с рикошетов я не знаю поплевченков автором этого гола становятся надо конечно смотреть пробил от защитников защитник и поплевченков на добивание оказывается первым очень интересно и мы снимаем передачу результативную даже записали 1 0 кое-как в общем мы это сделали кое-как забили зенит 2 конечно 20 ведет указанки очень сложно с зенитом бороться то есть когда они там очки будут терять никто не знает так пропускает зенит 21 какая-то интрига возможно возрождается филиппов сегодня не забивает дать попробуем заменить кстати филиппов у нас есть кулаков вот такой вот товарищ посмотрим ворон 15 лет но с решением токе мы 14 ничего себе я выпускал за молодежки за всяким но здесь дадим ему пять минут сыграть желтые карточки у нас тут опять данила по масловски устали нам тут пишут конечно по флангам ты играть и в вороне и в атаку подключаться усталость есть навес штрафную скидка но здесь ребро вообще стоит явно не тот ребров из спартака так сулейманов с мячом перевод на фланг данилов навес ударе 20 нет а в сайт вот кулаков вот он смотрите 15 лет ну забил мы не засчитали но нацеленность то было да на ворота товарищ кулакова так что у нас тут масловский устал данилов устал что ж вы все устаёте то ребятки тянем уже время просто тянем перетянем как говорится так посмотрим кулаков он а вдруг да просто ему мало времени даю здесь пять минут что такое для игрока это умудрился из ассайда забить ух ты удар как у поплевченкова ну судья пора свистеть так оно и есть 1-0 выигрываем кое-как мне просто что играли хорошо ну ладно давайте скажем что играли хорошо турнир на таблицу отправляемся на зенит 2 выиграл свой матч 21 а у локомотива казанки по-прежнему мы здесь зенитом в общем лидируем кто-то из нас выйдет дальше фанель следующий у нас тур с велесом мы играем у нас позже матч будет чем зенит зенит с химками но химки непонятная поэтому давайте дождемся следующего тура но это судьба в принципе да команда чертанова москва мне предлагает пройти собеседование вы представляете судьба да знаем что у нас чертанова в итоге получилось ну и здесь я отклоняю разговор естественно потому что у меня другая цель эта команда ланда там ну вот тут александр советов смотрите становится тренером команды энергию луки в нашем дивизионе который играет очень интересный ход александр советов тренер весело все это будет принимаем команду велес так у нас точилин дисквалифицирован магомеду зато вернулся из сборной юниорской а зенит свой матч выиграл химок так что никак зенит не хочет терять очки и продолжает выигрывать вот соответственно нам нужно не отступать и одерживать победу здесь вот в этом матче если мы хотим продолжить продолжить борьбу за первое место в пфл чтобы побороться за выход в нл уже зенитом нам уже не играть соответственно здесь обогнать мы можем только лишь если они будут терять очки а мы не будем все очень просто все очень понятно смотрим магомедов получил желтую вот велес например такая команда очень тяжелым матч дался в гостях в чемпионате ничего мы сыграли не очень было хорошо здесь дома смотреть что получится последний матч по 1-0 мы играем так что очень тяжко нужно больше голову от сулеманов например счет открывает молодец молодец ничего не скажешь масловский передачу ему отдал получилось так навесил и сходу влепил девятку 1-0 мы повели мяченков здорово перехватил идет 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 переводит направо данилов навес еще в штрафную здесь справляются игроки вереса прессингует сразу вдвоем через эту не вышло такие перепасы конечно можно сколько угодно делать но мы здесь в защите не косячить перехват степанов сулеманов идет сам перевод мяченков дальний удар и попадает вячеслав 5 свой гол в сезоне на сулеманов но плюс пас получается это матчах вот так вот продрался он и выложил мяченкова тут попал четко в угол ну бывает что ничего с этим не поделаешь 20 веселее конечно то 1010 это как-то знаете ох опасно ну нет такая команда может там что-нибудь придумать давайте посмотрим кстати у них играет максим глушенков да в сочи перебрался из чертанова здесь и из сочи в аренду отдали непонятно очень непонятно первый тайм заканчивается масловский вот еще желтую получил перерыв у нас так похвалим этим скажем что карточки у нас тут не зарабатывали вот выдаем и посмотрим что у нас получится в втором тайме велес команд тоже из москвы ну за высокие места то есть борьба за фанелл команда не ведет конечно такой сезон получился что только две команды здесь борются за это место за первое и зенит вот тут все туда причисляют фаворитам московский мог сейчас попасть штрафного не попал так давайте замену мы сделаем по плечен кого выпустим и возможно нам надо кто на желтых поменять особенно защите поплевченко в штрафную исполняет ну прямо вратаря здесь можно продолжить нет ни игры игры фиксирует арбитр у нас так ну а давайте-ка дадим шанс нападающему нашему кулакову что ли уже сыграть минут двадцать ну и масловского тоже заменим вот так вот сделаем кулаков на 20 минут его выпустим за пять минут выпустил в предыдущем а чем там умудрился из апсайда правда забить здесь узнает обороне поаккуратнее сыграть на интриги тут не надо никакие возводить мы хотим видим с интригой да здесь провал вынести до копы носят кулаков ну кулаков покажи себя поплевченко в перевод сулеманову сулемана простри я удар многометов 3-0 у салиманов гол плюс 2 но призве передачи молодец вот это вот конечно уже здорово когда так все получается в атаке магомедов 12 свой гол сезоне кладет вернулся со сборной своей юниорской у нас есть две замены ну давайте попробуем сорокина выпустим да ну и кого еще нам заменить субейманов все нехорош борис данилова наверно да наверно так все пять замен я провел еще 30 ну вот чур сиянин что ухты лаю уруро россиянин жесть составе велеса играет вот это да 26 лет россиянин четыре минуты я добавил заканчивается время ну и ждем уже в принципе финального свистка справились в этом матче нормально отыграли должным образом ну здесь вот последний еще атаку бы нам не пропустить не пропустили и 3-0 в общем неплохо все сулеманов сегодня был в этом матче главной звездой ну и соответственно игроком матча станет посмотрим с вами результаты это зенит 2-1 у химок соответственно мы 3-0 одно два очка мы ведем у зенита но на игру меньше филипп лучший бомбардир ну в общем вот так вот давайте расписание посмотрим в этой серии мы увидели спартак 1-1 мы сыграли ответный матч на кубок россии вылетели после этого спартак кстати прошел циска после этого по сумме двух матчей вышел финал с зенитом вот такой кубок у нас ну вот товарищеский матч сатурным с витязем не будем обращать внимание муром обыграли в гостях 3-1 потом два матча были вот такие по 1-0 с колонной с долгопрудным непростые ну и велес 3-0 мы обыграли остается нам 4 матч сыграть в чемпионате энергия луки как раз самедов тренером стал вот на девятом месте команда псков вообще аутсайдер три матча гостевых у нас днепр смоленск ну и последний торпеда владимир ну в общем узнаем как все это произойдет в следующей серии окончания сезона а на этом всем спасибо за внимание всем пока